Всем привет! В прошлом выпуске я рассказала о своей поездке на Балканы и о Боснийской долине пирамид. Подписчики задали вопрос, а есть ли древние пирамиды у нас в России? Да, есть. И сегодня я их вам покажу. Внимание! Будут пирамиды, о которых еще никто не знает. Фотографии мне прислали из Сибири. Друзья, вначале покажу вам знаменитый Теотиоакан, древний город-пирамид на территории Мексики. Согласитесь, сооружения впечатляют. А вот так все это великолепие выглядело до того, как пирамиды были реконструированы. Обратите внимание на небольшие холмики по центру. Сейчас мы их видим как многоступенчатые пирамиды или пирамиды с террасами. Здесь хорошо просматриваются отвалы у подножия, от работ при отделке склонов. Где-то работы не закончены, и террасы есть только у основания пирамид. По сути, перед нами холмики, земляные насыпи. И угадать в них древние пирамиды в таком виде могли только специалисты-археологи. Многие сооружения были каменными, но когда их расчистили, появилась необходимость кое-где добавить новые блоки. Здесь хорошо видно некоторые грани, современная отделка, камни в бетоне. Смотрим с высоты птичьего полета. Часть пирамид и сейчас полуразрушена. Туристы там не ходят, а фасад можно фотографировать. К чему я все это показываю и рассказываю? Чтобы получить памятник древней архитектуры, его нужно воссоздать из руин. Те, кто это поняли, сейчас имеют Теотиакан, долины пирамид Гизы, Великую Китайскую стену. Кстати, вот так выглядят ее нереставрированные участки. Древние пирамиды есть и у нас, в России. Давайте на них посмотрим. Друзья, ни один ютуб-канал не может существовать без подписчиков. Ваших оценок и комментариев. Если вы еще не подписались на мой канал, можете сделать это прямо сейчас. Начну вот с этого архивного фото. 1931 год. Перед вами пирамиды брат и сестра в Приморье. В устье реки Партизанская. Вот только у нас эти объекты упорно называют сопками. Хотя они имеют пирамидальную форму и грани, сориентированные по сторонам света. В советское время пирамиду брат укоротили на 79 метров. Таким образом, якобы велась добыча известняка. Но подумайте сами, почему известняк начали добывать с вершины, а не как обычно со склона горы. К тому же, в то время рядом с портом уже велась добыча известняка. И не нужно было переплывать через реку и с помощью паромов доставлять известняк с горы пирамиды брат. Появилась версия, что таким образом пытались что-то скрыть. Участники второй амурской экспедиции 2001 года сообщают, что в обломках так называемого известняка оказались щепки и куски деревьев. Пирамида изготовлена из древнего бетона, а древесина случайно попала в еще жидкий бетон. В верхней части пирамиды были внутренние помещения со сводами и стенами из бетона высочайшего качества. Помещения были оштукатурены, до разрушения сохранялись даже фрески, выполненные белилами и охрой. Обнаружены фрагменты бетона и охры. Был найден подземный вход в пирамиду. Этот вход был кем-то взорван уже в наше время. Приморские пирамиды привлекали внимание ученых и в XIX веке. Русский географ и археолог Федор Буссо писал, что отыскал здесь древнее захоронение в виде каменных ящиков-саркофагов. Кому было под силу строить пирамиды высотой до 300 метров, менять форму гор? Что это за такие супер-ландшафтные технологии? Почему горы или сопки считают пирамидами? Отличия есть. Во-первых, грани пирамиды, как правило, сориентированы по сторонам света. Во-вторых, возле и внутри пирамиды наблюдается изменение физических параметров. В-третьих, в основании и в теле пирамиды, как правило, присутствуют каменные блоки. И, наконец, внутри пирамиды часто есть ходы, тоннели и камеры. Как вам эти многотонные кирпичики? Грандиозный мегалитический объект находится на юге Западной Сибири, в Горной Шории, на границе Алтая и Саян. Стена выложена на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Некоторые скалы здесь словно срезаны. Одним из первых об этом сооружении узнал геолог-проводник Вячеслав Почеткин. Он пригласил сюда исследователя Георгия Сидорова. Стена сложена из гигантских гранитных блоков, некоторые из которых достигают длины 20 метров, а их высота 6 метров. Интересно, что мегалитическая кладка местами чередуется с полигональной. Исследователи отмечают, что стена разрушена тремя взрывами в разных местах. Гранит имеет следы оплавленности от сверхвысокой температуры, а местами он даже потек. Что могло быть причиной? Сегодня на такое воздействие на камень способен разве что ядерный взрыв. Идем дальше. Взгляните на этот снимок. Размеры и ровные грани этой горы-пирамиды поражают. Объект обнаружен в горах Югры, при Полярном Урале. О сенсационной находке сообщили члены клуба экспедиции «Дикий север». Они рассматривали фотографии с вертолета и спутниковой карты, когда готовили следующую летнюю экспедицию. Ученые в этой местности не появлялись с 80-х годов. В те времена на расстоянии менее 100 километров от пирамиды было обнаружено месторождение алюминия. Но сейчас там все заброшено, даже нет дорог. Добраться можно только вертолетом. Для тех, кто сомневается в подлинности российских пирамид, напомню, вот так выглядели знаменитые пирамиды Долины Гиза в Египте до того, как они были раскопаны из песка. Древние мегалиты вместе с легендарным сфинксом восстановили, и только во времена Наполеона плато Гизы приобрело нынешний облик. Дальше перемещаемся на Кольский полуостров. В начале 20-х годов прошлого столетия пирамиды здесь нашла экспедиция Александра Барченко. Она проходила под патронажем ОГПУ. Большая часть материалов экспедиции до сих пор засекречена. Пирамиды на Кольском полуострове малозаметны. Их высота не выше 50 метров. Кое-где занесены землей, покрыты тундровой растительностью. По данным исследователей, Кольские пирамиды расположены строго с востока на запад. Внутри имеются ходы и камеры, а рядом с мегалитами часто барахлят приборы. Кольские пирамиды как минимум в два раза старше египетских. На полуострове сохранились и огромные плиты, явно со следами искусственной обработки. Кто их создал? Легендарные гиперборийцы или это наследие единой древней цивилизации? Есть версия, что именно на территории России находятся самые древние и большие пирамиды планеты. И вот что интересно, эта версия появилась не в наше время, еще в 17 веке. Известный картограф Семен Ремезов, исследователь Сибири, предположил, что некоторые холмы в Красноярске имеют искусственное происхождение. В центре Красноярска есть гора Кумтигей или Караульная. Возможно, это одна из таких рукотворных пирамид. Местные жители издревле называют пирамидами и другие горы в окрестностях Красноярска. Это горы пирамиды Белая и Черная, Горатак. Черная пирамида представляет собой давно потухший вулкан. В начале 90-х годов группа иркутских и красноярских археологов, изучавших стоянки первобытного человека, сделала интересное заключение. Трехгранник горы с разрушенным западным склоном состоит из камней искусственного происхождения. Здесь наблюдается повышенный радиационный фон. Снимки местности из космоса подтверждают гипотезу о рукотворности Каратага. Есть пирамиды и в Крыму. Только на участке от Севастополя до Фороса найдено 7 пирамид. Кстати, они располагаются по той же линии с северо-запада на юго-восток, что и знаменитый Стоунхендж, тибетские пирамиды и затонувшие пирамиды острова Пасхи. Сложены севастопольские пирамиды из блоков известняка. Их высота 45-52 метра. О них прежде не знали по той причине, что они находились под землей по самой верхушке. А теперь обещанная новинка. Эти фотографии мне прислал краевед Виктор Харин из Кемеровской области. Возле поселка Теба находятся горы, которые по своей форме очень напоминают пирамиды. Склоны грани поросли деревьями. Зимой ребра пирамиды видны отчетливее. В этой части Сибири находят множество древних артефактов разных периодов истории. Возможно, земли, богатые полезными ископаемыми, привлекали внимание и цивилизации, создавшей на нашей планете гигантские пирамиды. Если признать, что пирамиды есть и у нас в стране, то туристы вот так же будут покорять наши древности, а не мексиканские или египетские. Друзья, возможно, этот список пирамид неполный. Если вы проживаете в регионе, где есть гора, очень похожая на пирамиду, и к тому же с ней связаны местные легенды, обязательно пишите об этом в комментариях. Присылайте фото и видео в сообщество Кругосветка Стретяковой в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok